Доклад у нас Ольга Викторовна Тихомирова представляет роль атеросклероза и нарушения гемостаза в развитии немых и лакунарных инфарктов головного мозга. Глубоко уважаемые коллеги, безусловно, внедрение нашего любимого метода основных участников Доплеровского клуба и нашего общества является доплексное сканирование, которое, собственно, и позволяет на сегодняшний день диагностировать атеросклероз. Не просто, как раньше говорили, нарушение памяти у бабушки, поэтому не атеросклероз, а видеть эти бляшки. И метод позволяет увидеть как утолщение стенки, так и, собственно, саму бляшку. Ну, если мы будем говорить о сербровоскулярной патологии, то в первую очередь сонных артерий, как такой зоны маркера. Вопрос стоял только в том, что конкретно считать атеросклерозом, потому что и в этом есть расхождение. Собственно, может быть, из-за того, что по-разному оценивали разные авторы, что такое бляшка, а что нет, были некоторые значения и в популяционных исследованиях. Поэтому неоднократно собирался консенсус в 2004, 2006 и 2011 году для того, чтобы, собственно, верифицировать, что такое бляшка, а что такое нет. И все дальнейшие исследования популяционные проводились уже с учетом этого консенсуса, который, к сожалению, мне кажется, не всегда учитывается нашими практическими врачами, которые занимаются, ну, будем говорить, ультразвуковой диагностикой в каких-то небольших центрах. Тем не менее, это необходимо помнить и на сегодняшний день точно считать, что атеросклерозом, то есть вот бляшкой, которую мы видим, можно считать, выделено три таких основных критерии, что это не просто какое-то утолщение комплекса интимомеди, оно должно быть не менее чем 0,5 мм по отношению к рядом расположенной комплексу интимомеди, либо быть более 50% от основной толщины, либо, собственно, само это утолщение должно быть более 1,5 мм. И вот все такие изменения уже принято считать бляшкой. В дальнейшем, говоря об атеросклерозе, заключение, которое мы часто читаем, заключение, что у пациента имеется атеросклероз, необходимо пользоваться именно этими критериями. И вот такое широко распространенное представление, что просто утолщение ИКИ, мы видим заключение, есть утолщение комплекса интимомеди, стандартом это утолщение является величина больше, чем 0,9 мм, и в этом случае уже пишется, что у данного пациента есть атеросклероз. Безусловно, утолщение рассматривается как фактор риска атеросклероза, но на него есть очень много других причин, гипертоническая болезнь, сахарная диагет, стрессовая ситуация. Поэтому, несмотря на то, что внимание мы всегда обращаем на это утолщение, говорить о том, что у данного пациента уже атеросклероз, все-таки мы не имеем такой возможности. И вот если уже пользоваться точными критериями, понимать, что такое атеросклероз, необходимо дальше оценить, насколько он действительно распространен, то есть насколько нам значимо в популяции это состояние, в первую очередь субклиническое, то есть то состояние, которое еще не проявляло себя какими-то клиническими проявлениями. И самым большим таким исследованием в этом направлении это было исследование ПЕЗа, которое было выполнено на жителях Мадрида, включало, как вы видите, более 2,5 тысяч мужчин, но и около 2 тысяч женщин. Причем это исследование затрагивало людей среднего возраста, не пожилых 40-54 года, и опять-таки будем говорить, что это жители Мадрида, то есть это для нас так называемая зона, где мы считаем атеросклероза меньше в средстве средиземноморской диеты, благоприятного климата. И даже в этой популяции на сегодняшний день мы понимаем, что распространенность атеросклероза очень большая. То есть это ведь не в популяции, а только в популяции, то есть в той части популяции, у которых еще не было сосудистых событий. То есть если взять вообще всю популяцию, то распространенность будет значительно выше. И как вы видите из слайда, чаще всего атеросклероз локализуется в элеофеморальных артериях, но каротидные артерии, которые являются предметом нашего интереса, у таких относительно молодых мужчин уже у 36%. То есть если мы будем экспрополировать, скажем, на всю популяцию, то есть включая тех, у кого инсульты, то есть будет выше, а если мы возьмем популяцию в возрасте 60-80 лет, то практически у всех на сегодняшний день мы будем видеть этот атеросклероз. А для чего я об этом говорю? То есть важно ведь нам на сегодняшний день интерес представляет не выявление атеросклероза, как вот самой бляшки, которая никак себя не проявляет, а то проявится она или нет какими-то сосудистыми событиями. И в первую очередь это инсультами, смертью сердечно-сосудистой и сосудистой деменцией. И поскольку атеросклероз мы видим практически у всех, то мы понимаем, что нужны какие-то другие добавочные факторы, которые говорили бы, у кого этот атеросклероз приведет к сосудистым изменениям, то есть инфарктов и сосудистой деменцией, а у кого нет. Потому что просто верить, то есть, собственно, кому проводить вот эту первичную профилактику, а кому нет, нужно ли проводить просто увидев там эту бляшку уже профилактику, вот мы сегодня услышали, что для мужчин вообще это не очень эффективно атеротромботическое, а с другой стороны, даже если она и была бы эффективна у женщин, то что практически поголовно всем проводить, ведь не у всех же это реализуется, то есть нам нужны какие-то критерии, которые бы говорили о добавочном риске дальше сосудистых событий. И вот такие критерии могут иметь, ну, как бы два основных направления таких критериев. А с одной стороны изучение, собственно, самих бляшек, то есть бляшка, бляшни, рознь. И в этом плане идут изучения именно специалистами ультразвуковой диагностики в сопоставлении с другими методами. На сегодняшний день доказано, что, безусловно, имеет значение размер бляшки, и, скажем, все мы понимаем такое значение гемодинамической значимости, но если эта бляшка достигла по диаметру более 70%, то риск инсульта значительно повышается, это доказанный фактор. Идут работы по оценке нестабильности самой бляшки. У нас сегодня нет такого доклада, но в сборнике, который вы получаете, у нас там есть большой обзор по современным методам нестабильности бляшки, куда входит, опять-таки, наряду с ее размером, ее форма, разорванность края, различные методы оценки кровозлияния в бляшку и выявления таких бляшек, также будет говорить о том, что у этих пациентов риск развития больше. Но вот кроме таких чисто морфологических признаков самой бляшки, вторым направлением, как мне кажется, очень перспективным является оценка каких-то лабораторных маркеров, которые бы говорили о том, что действительно есть риск развития сосудистого эпизода у данных пациентов с теросклерозом. И сегодня мы коснемся маркеров, то есть таких маркеров много, но отдельную составляющую, конечно, являются маркеры, которые касаются нарушений гемостаза. Опять-таки, если мы говорим, что мы выявили у человека атеросклероз, мы определили группу маркеров, которые мы хотим оценить, мы должны решить, какой конечной точкой, то есть для того, чтобы проводить исследование, мы должны понимать, какой риск мы будем оценивать. Безусловно, это может быть атеротромботический инсульт, собственно, поскольку он является проявлением атеросклероза и составляет, как сегодня уже говорили, примерно 25% всех инсультов. Но второй вопрос, который мне хотелось бы суть, могли бы мы с этой целью использовать как вот этим конечным итогом лакунарные инсульты, о которых сегодня тоже говорили? Если касаться классических представлений, то нет, потому что со времена Фишера, который является основоположником систематического изучения лакунарных инсультов. Лакунарные инсульты развиваются вследствие болезни мелких артерий, в основном у пациентов с заболеваниями, приводящими к патологии мелких артерий, в первую очередь гипертоническую болезнь, которую Фишер считал обязательной для развития лакунарных инсультов. И, собственно, это развитие микротромбоза в этих мелких перфорирующих артерий на фоне изменения, в первую очередь, скажем, липогиолиноза или каких-то других микроструктурных изменений. Именно эти представления положены и в работающую до сих пор классификацию. То есть мы сегодня все должны поставить не только диагноз ишемический инсульт, но и определить его по типу. Кардиоэмболический, атеротромботический, лакунарный, ну или какие-то более редкие или неуточненные случаи. И по этой классификации тост, который до сих пор используется во всех клинических испытаниях, она, будем говорить, является обязательной для использования и отнесения того иного инсульта, то, собственно, мы ориентируемся на нее и в клинической практике. Если к ней обратиться, то, как вы видите, здесь наличие гипертонической болезни или сахарного диабета, то есть предрасполагающих факторов является обязательным, о наличии значимого атеросклероза, то есть по крайней мере со стенозом более 50% исключением. То есть эта классификация предполагает, что все-таки вот эти мелкие инсульты никак не связаны с атеросклерозом. Наряду с этой до сих пор существующей классификацией имеется противоположное мнение, которое на самом деле появилось не сейчас, а также давно. И первый обзор относится к 90-м годам, когда была опубликована статья, собственно, о провале лакунарной инсульты. Авторы этой статьи, и будем говорить последователи этого направления, говорят о том, что лакунарные инсульты достаточно часто развиваются у пациентов без гипертонической болезни. И чем больше мы исследований проводим, в отличие от тех атуапсивных материалов, которые приводил Фишер, тем больше мы таких доказательств имеем, что никакой гипертонической болезни нет, никакой сахарного диабета нет, а лакунарные инсульты развиваются. И на основании обзора данных и очень больших экспериментальных данных было показано, что, собственно, лакунарные инсульты могут быть с такой же вероятностью эмболическими, как кардиоэмболическими, так и эмболии из атеросклерозических бляшек. То есть, собственно, отличить дальше их, вот какой их генез, когда мы уже видим, практически невозможно. По крайней мере, морфологических признаков таких не существует. Поэтому, собственно, обоснование того, что мы можем, по крайней мере, исследовать лакунарные инсульты как результат и атеросклероза, изучать это направление, вот этими работами было положено. Собственно, мы можем изучать не только лакунарные инсульты. Для нас ведь важно для того, чтобы проводить какие-то исследования, частота событий. Если лакунарные инсульты составляют примерно 20-25% всех ашемических инсультов, то кроме них у нас есть так называемые немые инсульты, а частота которых значительно больше. По сути, это та же окклюзия мелкоперфорирующих артерий, только расположена в такой зоне, которая на данный момент не проявила себя клинически, но папатокинезу они, в общем-то, не отличаются. Поэтому мы можем смотреть, как конечные точки, оценивая вместе и лакунарные немые инсульты, как вот результат атеросклероза, если он действительно имеет значение для развития таких инсультов. Тем более, эта проблема очень важна, потому что пересматривается на сегодняшний день само название немые инсульты, и, собственно, консенсус определенных авторов в своей работе показал, что нужно давно заменить это название, потому что, в общем, они никакие не немые. Это только один или два таких мелкоточечных инсульта не привели к какой-то клинике, но в дальнейшем, если они будут повторяться, они у большого числа пациентов именно являются повторными, потом их развивается большое количество, а посмертные аутопсидные современные данные говорят, что сотни таких инсультов немых у одного пациента, если они развиваются. В дальнейшем это, в первую очередь, приводит к тяжелой инвалидизации с развитием деменции, походки и других исполнительных функций. Поэтому эта проблема с точки зрения значения для здоровья и качества жизни пациентов очень важна. И распространенность этих немых инфарктов, она тоже очень велика, хотя если смотреть эпидемиологические данные, то очень большой разброс, вы видите, например, среди пациентов с артериальной гипертензией, такие немые инфаркты, в каких-то данных 10%, в каких-то 60%. Разброс, в первую очередь, обусловлен тем, что при проведении этих исследований более ранних не было стандартизации, что конкретно считать немым инфарктом. Мы понимаем, что клиники нет, собственно, критерии диагностики ставятся только по данным нейровизуализации, МРТ и критерии, они были тоже достаточно различны. И, собственно, в данном слайде приведено сопоставление. На сегодняшний день основными критериями лакунарных и немых инфарктов являются небольшие очаги размером не более 15 мм, которые на Т2 взвешенных изображениях мы видим как гиперденсные очаги, а на Т1 как гиподенсные. Причем на Т1 они могут быть видны и не видны, поэтому Т2 последовательность является в данном случае основной. Но лучше всего они видны на последовательности с поглощением жидкости, то есть флайер или терм по разным интерпретациям. И вот здесь уже идет расхождение. Поскольку инсульт называется лакунарный, то раньше считалось, что обязательно его трансформация идет в образование лакуны, которая видна на вот этом изображении флайер. Но на сегодняшний день показано, что далеко не все превращаются в лакуны, и поэтому может так и оставаться чисто гиперденсный очаг. А если брать различные исследования популяционные, то в одних считается первым способом, в других – в других. И уже одно это дает большое расхождение в частоте их визуальности. Ну, как по оценке. Кроме того, естественно, понятно, что сама аппаратура магниторезонансной томографии, то есть мощность, сколько это, 0,2 Тесла, как мы начинали, или полтора, как сейчас наиболее часто употребляется, или 3 Тесла, или, например, 7 Тесла в научном исследовании, где таких очагов вообще видят в гораздо большем количестве. И необходима, в общем-то, стандартизация для того, чтобы изучать этот процесс. Тем более, что, опять-таки, уже на сегодняшний день показано, что небольшие субкортикальные инфаркты, которые в остром периоде инсульта на режимах с диффузией видны как гиперденсные очаги диаметром до 20 мм, это уже введено в стандарт. Если раньше мы всегда считали, что только 15 мм, то есть теперь мы понимаем, что 20 мм – это зона одной перфорирующей артерии, а в конечном итоге они могут трансформироваться как сохраняться в виде гиперденсного очага, так быть в виде лакон, так и вообще исчезать. Поэтому необходимо учитывать все возможные варианты, чтобы, собственно, считать их частоту, и тогда эта частота становится очень большой. И, собственно, вот пример пациентов. Мы занимались именно такими исследованиями, подсчетом таких очагов во всех их вариантах сколько, и мы видим у пациентов громадное количество таких очагов, и считаем, что это действительно может быть таким маркером для того, чтобы оценивать риск. То есть если у этого пациента много таких очагов, то считать, что, собственно, привело к нему, и оценивать риски развития следующих очагов. Возвращаясь к факторам риска лаконарных и немых инфарктов, и первым представлением о том, что только гипертоническая болезнь, ну и возраст это не исключается, являются основными факторами, мета-анализ, который недавно был опубликован в 2014 году, подтверждает это, что действительно, скажем, из 20 исследований, которые вошли в мета-анализ, в 2018 было показано четкая зависимость развития немых инфарктов от наличия артериальной гипертензии, так же, как и возраст. Но в этом же анализе вы видите, что вот то, что мы сегодня обсуждаем, насколько вероятна связь атеросклероза с развитием немых лаконарных инфарктов, а мета-анализ показал, что она такая же сильная, как и гипертоническая болезнь. То есть мы должны рассматривать атеросклероз, причем, еще раз повторю, в данном случае имеется атеросклероз не гемодинамически значимой стенозы, не стеноз более 50%, который необходим, скажем, для развития больших атеротромботических инфарктов, а сам факт наличия атеросклероза, который определялся с дуплесным методом, и, как правило, этот атеросклероз, стеноз составляет 20-30 всего процентов, но уже он является каким-то образом, не будем сейчас говорить, какой точный механизм, но, тем не менее, он значительно повышает риск развития лаконарных и немых инсультов. Собственно, мы вот и хотели в своем исследовании посмотреть, как связан этот атеросклероз с развитием немых инфарктов, и какие лабораторные маркеры, в частном случае маркеры гемостаза, могут служить тем дополнительным критериям, которые будут говорить, что наличие атеросклероза вместе с этими маркерами будет увеличивать частоту развития немых лаконарных инсультов. Мы обследовали большую группу пациентов, но из нее выделили для данного анализа 77 мужчин в возрасте 45-80 лет, у которых была исключена вся кардиопатология, которая могла бы давать кардиомболические инсульты, а также прием антикоагулянтов, различие тяжелой соматической декомпенсированной патологии и наличие реальных острых нарушений мозгового, то есть фиксированных инсультов в анамнезе. Проводили для оценки количества немых лаконарных инсультов МРТ главного мозга, дуплексное сканирование для оценки атеросклероза и лабораторная диагностика, которая включала оценку разных параметров гемостаза, как тромбоцитарного, так и плазменного, и также факторов, которые мы оценим, как дисфункция эндотелия или неспецифического воспаления, которые также связаны с развитием атеротромботических и лаконарных инсультов. Отдельно, я не буду говорить об этом методе, о нем будет следующий доклад, но мы впервые оценивали плазменный гемостаз новым методом тромбодинамика, который относится к глобальным тестам и, собственно, позволяет по картинке, визуализационно мерить скорость образования сгустка, как инициированную, так и спонтанную. И по этой скорости можно говорить о том, что имеет плазменный гемостаз у пациента в норме, либо повышен. Распространенность основных факторов риска в обследованную группу. Видите, что действительно практически у всех была гипертоническая болезнь, но и атеросклероз был также у подавляющего большинства пациентов в этой группе. Это пример, еще раз, МРТ, на котором мы оценивали количество очагов у каждого пациента, подсчитывали. И оценка исследуемых лабораторных показателей непосредственно с наличием и отсутствием атеросклероза, то есть наличием бляшки, показала, что только один из изучаемых показателей был с этим коррелировал, то есть это додимер. У пациентов с наличием атеросклероза, особенно при более высоком проценте, стенозирующего процента, мы видели более высокие цифры додимера, которые в какой-то мере отражают, что у них есть активация гемостаза, то есть идет какое-то тромбообразование и какой-то распад этих тромбов по сравнению с пациентами, у которых атеросклероза нет. По другим факторам, изучаемых лабораторных показателей, различий у пациентов с наличием и отсутствием атеросклероза мы не получили. А при поставлении пациентов, у которых было небольшое количество пациентов, то есть здесь мы не включали пациентов, у которых полностью отсутствует, немые лакунарные инсульты, хотя тут написано в цифре 0, но в данном исследовании мы уже исключили пациентов, у которых не было, То есть небольшое количество очагов глиоза 1,5, которые мы считаем, что это еще неактивный процесс, и пациентов, у которых более 5 очагов, поделили на 2 группы и сравнивали, чем они отличались по факторам риска, то есть оценили факторы риска прогрессирования множественных лаконарных инсультов. И, как вы видите, очень высокое достоверное различие в этих группах по распространенности атеросклероза. Это еще раз говорит, что атеросклероз, наличие, почему у этих пациентов в основном были гемодинамически незначимы стенозы, то есть у 90% это в основном был атеросклероз со стенозированием просвета сосуда на 20-40%. То есть еще раз мы говорим, что атеросклероз играет, видимо, роль на развитии таких инсультов, а при этом показатели, вот уже в этом случае, ни до этим мерам, ни функции тромбоцитов, которые мы оценивали по P-селектину, ни по специфическому воспалению, которое мы оценивали по цирреактивному белку, мы не нашли. То есть эти факторы не звучали как прогностически неблагоприятные при сочетании с атеросклерозом, которые способствовали развитию множественного лаконарных и немых инсультов. Единственным таким показателем, который достоверно отличался, это была скорость образования сгустка, то есть нарушение плазменного гемостаза. Именно нарушение плазменного атеросклероза было преимущественно нарушено у пациентов с множественными лаконарными инсультами. В дальнейшем мы также выделили такие отдельные группы пациентов с наличием атеросклероза и немыми инфарктами в небольшом количестве. Наличие атеросклероза и немыми инфарктами в большом количестве и пациентов без атеросклероза и наличием немых инфарктов, таких, правда, пациентов было всего мало, 7 человек, но тем не менее мы выделили эту группу. И как вы видите, что у пациентов с множественными инфарктами и наличием атеросклероза, опять-таки, показатели именно плазменного гемостаза были достоверно хуже. То есть это еще раз может говорить о том, что сочетание атеросклероза с нарушениями плазменного гемостаза является тем провоцирующим фактором, который приводит к повторным развитию немых лаконарных инсультов. Еще одно сопоставление, которое показывает, что у пациентов с отсутствием атеросклероза множественная, в данном случае представлена распространенность в группе процент лиц, у которых в данной группе развивалась множественная аниме инсульта. Мы видим, что если у пациента нет атеросклероза и нет нарушения плазменного гемостаза, это все равно возможно, безусловно, существуют и другие факторы риска, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, но в этой группе только в небольшом проценте были множественные инсульты, у 30. Если у пациентов есть атеросклероз и имеется нарушение выраженной плазменного гемостаза, то, как мы видим, уже у половины из них множественные лаконарные инсульты. При наличии только высокого грубого нарушения плазменного гемостаза и отсутствии атеросклероза, такой же процент развития немых лаконарных инсультов. А вот если есть сочетание атеросклероза и нарушения плазменного гемостаза, то практически у всех пациентов в этой группе мы видели развитие множественных немых инфарктов. И в заключение хочу привести два клинических примера. Пациентка 52-х лет, у которой развился лаконарный инсульт, именно лаконарный инсульт с клиникой, с одном из лаконарных синдромов, у которой мы не нашли ни одного фактора существующего риска ни гипертонической болезни, ни атеросклероза, ни сахарного диабета, и, собственно, не нарушение агрегации тромбоцитов, и исходно он был отнесен именно к тем неизвестным этиологическим факторам. Из всех полный анамнез позволил показать, что пациентка принимает гормональную терапию по поводу климакса для улучшения своего самочувствия и по своему состоянию не может от него отказаться. В связи с этим мы оценили плазменный гемостаз, потому что известно, что оральные котроцептивы и другие гормональные препараты, связанные, на нормализацию гормональной фазы, статусом могут влиять на плазменный гемостаз. И, как вы видите, здесь по картинке у нее значительно увеличены скорости образования скусткой, также имеются выраженные спонтанные образования этих тромбов, что говорит вам, что у нее действительно высокий риск тромбоза при отсутствии других факторов. Данной пациентке был назначен апексабан в такой небольшой дозе, причем мы понимаем, что это назначение оффлейбл, это согласование с пациенткой, которая тоже сама является доктором, собственно, это ее решение. И что мы видим? То есть, безусловно, мы не можем рекомендовать такое назначение, потому что мы знаем высокий риск кровотечения при назначении новых наших оральных антикоагулянтов, но тем не менее мы видим, что назначение этих препаратов нормализует, то есть данные мы можем оценивать по этому методу еще не только само выявлять нарушение гемостаза, но и оценивать его динамику, и она очень хорошо показывает возможность нормализации. Все, что-то опять у нас случилось, да? Ну, к счастью, у меня там уже остался последний слайд, мы обойдемся без него. В заключение я хочу сказать, что эти данные вообще немножко переворачивают наше представление о лакунарных, и будем говорить о теротромботических инсультах тоже, потому что это их касается. Мы привыкли, что эти инсульты связаны в основном с нарушением термоцитарного гемостаза, о котором была предыдущая лекция. Никто это не отрицает, безусловно, он нарушен, является существенной причиной развития. А плазменный гемостаз обычно не учитывается, и мы никогда не назначаем этим пациентам антикоагулянты. Однако вот эти данные, которые мы получили, они говорят о том, что на самом деле реально плазменный гемостаз у них может быть очень существенно нарушен, и может быть единственной причиной развития этой инсульта, особенно в сочетании с атеросклерозом. Необходимы исследования в этом направлении, и поиск препаратов, может быть, не специфических антикоагулянтов, а других препаратов, более мягких, но которые могут влиять на именно плазменный гемостаз и разрешены к употреблению, ну, например, сулодексит или какие-то еще варианты, которые мы раньше не контролировали такими способами, но могли бы делать сейчас, когда у нас появился такой метод. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Дмитрий Павлович. Я, в целом, разделяю потребность в смене пластикации, в смене подходов, потому что вот, ну, кто давно наблюдает за развитием, ну, из-за там нашей науки, отечественной или отечественной, в принципе, мировой, вот я думаю, что Виктор Александрович, может быть, тоже поддержит эту мысль. Инсульт – это первично хроническое заболевание. То есть вот эти вот редкие эпизоды, когда имеется перворусское заболевание, это хроническое заболевание, которое связано с нарушением кровоснабжения мозга, а вот инсульт – это частный случай и редкий, значительно более редкий, чем сам процесс. И поэтому вот изменение отношения к этому заболеванию с точки зрения, что есть некая системность в понимании трех или четырех основных глобальных факторов причинных, может привести к изменению концепции вообще подкладки, помощи и классификационным изменениям. Поэтому, наверное, вот такая работа, она, конечно, очень серьезно может подшатнуть это дело. В перспективе нас ожидают исследования, которые позволяют принять маркеры, ишемическое повреждение мозга у пациентов, которые имеют хроническое, острое повреждение мозгового вещества. Я имею в виду, что при наличии факта состоявшегося инсульта или несостоявшегося, постепенно, умедленного дегеративного процесса, который сопряжен с обыдью мозгового вещества. Ну, извините, я увлекся. А есть ли вопросы? Да, Виктор Александрович, пожалуйста. Ольга Викторовна, спасибо, это очень интересно. Я хочу в плане, пока все это не свежо, кратенько сказать, что, во-первых, мне кажется, что не стоит объединять в одно понятие или вместе употреблять немой инсульт и лакунарный инсульт, потому что немые инсульты, собственно, не относятся ни к лакунарным, только это может быть относительно крупный очаг, который просто не дает клинику, и все. Височная доля, например, это тоже будет немой инсульт, так что это разные немножечко понятия. Другое дело, лакуны симптомные или асимптомные, вот это уже, так сказать, ближняя ночь. Второе, мне кажется, что стоило бы в дальнейшем четко различать, это локализация этих лакун. Значит, в принципе, одно дело, если она в корково-подкорках властях преимущественно локализуется, то, что вроде бы считается типичным для отельной гипертензии и так далее, все это хорошо известно, но мы довольно часто их видим. И с другой локализацией, это кора, ближнее, белое вещество к корковым извилинам. И там уже механизмы другие, и я совершенно согласен, что здесь могут быть самые разные механизмы, в том числе и механизмы воспалительного генеза. И вот сейчас мы тоже на кафедре пытаемся этим делом заниматься. Вопрос, по-моему, который очень интересен, их довольно много, больше, чем мы думали раньше, и это стоит изучать. И третий, может быть, еще момент, о котором все-таки нельзя забывать, если вы говорите об атеросклерозе малом, об атеросклерозе, ну, о бляшке, которая там 20-30%, всего лишь и вроде бы не должна давать тяжелых тромбоэмболических осложнений, но хорошо известно, да, и такие бляшки, и тоже еще не очень понятно, с какой стати они будут попадать, если бы эти эмболы в именно перфорирующие сосуды, что, в общем-то, не всего вроде бы туда забраться, то, в принципе, надо еще помнить о том, что выявлять методически очень сложно. Это интеркраниальный атеросклероз с пристеночной бляшечкой, которая ухудшает кровоток по перфорирующей артерии и создает лакуну такую же, чуть большую, не в таком большом количестве, но это тоже, в общем, достаточно известная вещь. Так что тема, она очень сложная. Я согласен с Игорем Алексеевичем, что на этом пути можно прийти, в общем, к принципиально другим вариантам помощи больным. Спасибо. Александр Ильич, конечно, согласна со всеми Вашими замечаниями, в отношении немых инсультов, хотя мы понимаем, что это может быть достаточно обширной, но не имеющей клиники, но во всех популяционных исследованиях, которые я приводила, критериями все-таки относятся вот немые субкартикальные мелкие инсульты. Они рассматриваются во всех этих работах. То есть, будем говорить, не часть того, которые касаются окклезии небольшой перфорирующей артерии. Что касается механизма, да, мы все понимаем, что атеросклероз в месте отхождения перфорирующей артерии, который мы никак не верифицируем, может быть причиной, но анализируется просто не то, что вот эта бляшка, которая в сонной артерии есть, и она обязательно дала эмбл. Это просто как факт наличия атеросклероза, как текущего процесса, который может быть и в других местах. То есть, просто его наличие как факт является фактором риска развития. А уж по какому механизму оттуда полетел эмбл, или это произошло параллельное бляшка вооткаждения, мы пока, у нас нет таких методов. Тем не менее, есть еще одно мнение, вот по экспериментальным данным, что действительно эмблы могут быть совершенно разных размеров, и почему он полетит перфорирующую артерию, туда, конечно, долететь далеко, но просто если он очень маленький, и все-таки закупорка происходит тогда, когда размер эмбла совпадает с размером сосуда. И если это крупный эмбл, то он долетает, скажем, для перфоркации сонной артерии на переднюю, среднюю, у нас тяжелый инсульт, или до перфоркации там М1, ну, М2 сегментов, да. А если он более мелкий или совсем очень маленький, такие вот тромбики, которые летают по всему циркуляторному руслу, то, в общем, они могут залететь куда угодно, поскольку туда, ну, это буквально, может быть, несколько там тромбоцитов. И вот экспериментальные данные, которые приводила вот эта работа, там, развал лакунарной теории, они, собственно, и приводят, что вот эти эмблы, непонятно, может, как образовавшиеся, при небольших бляшках летят куда угодно и закупоривают именно перфорирующую артерию. Спасибо, Альга Викторовна.